День добрый, это «Парадокс» с Игорем Виттолем. Я Игорь Виттолем в эфире «Финам.фм». Пишите нам на сайте финам.фм, на странице нашей программы, или звоните в студию 65 10 99 и 6, код города 495. Обсуждаем мы сегодня экономическую подоплеку борьбы с табаком и алкоголем. В студии у нас Павел Шапкин, президент Национальной алкогольной ассоциации, Андрей Лоскотов, президент Российского сигарного союза, и Дмитрий Янин, председатель правления Международной конференции общества потребителей. Павел Маша Труковец, вы теперь уже не президент Национальной алкогольной ассоциации? Да, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Расскажите, Центра разработки национальной алкогольной политики, извините меня, Павел. Я тоже могу махнуть рукой. Что такое, Андрей? Тоже не уже Российский сигарный союз. Нет, нет, я там по-прежнему остаюсь президентом, но в данном случае, наверное, лучше меня представить, как исполнительного директора Общероссийского движения за права курильщиков. Хорошо. В общем-то, при этом суть не меняется, насколько я понимаю. Дмитрий, вам не надо поправить ваши мнение, если на ирегалии? Ну, хорошо. Обсуждаем сегодня последнюю законодательную инициативу. Дмитрий, кстати, просветите наших радиослушателей, чего теперь хотят наши законодатели, особенно нежно любимые мной депутаты, мой товарищ Димоносов. Ну, на самом деле, сейчас, буквально сегодня состоится комитет по охране здоровья, где будут обсуждаться поправки к правительственному законопроекту. Целый ряд депутатов внесли предложения от табачных компаний, это в том числе от Калашников. Гроссмейстер Карпов отличился, внеся абсолютно дезвоирующие заявления Путина и Медведева о поправке. Вот, и сегодня должны принять решение по ключевым моментам, останется ли в законе полный запрет на курение в общественных местах, в закрытых помещениях, останутся жесткие требования ли к точкам продажи сигарет, или все это будет спущено в унитаз, как спустили в унитаз первый закон Герасименко в 2001 году. Или наоборот, поправки будут отклонены с учетом уважения к половине избирателей в Российской Федерации. Давайте так, я все-таки конкретизирую тему, да, поскольку мы сегодня обсуждаем экономику, и поскольку и вы трое, и даже я неоднократно, и как журналист, и как лицо общественное, выступал с различными заявлениями, наши позиции достаточно известны. Я считаю, что происходит борьба нанайских мальчиков с нанайскими девочками, что табачники, антитабачники, борцы с алкоголем и сторонники, скажем так, представители промышленности, это одно и то же, происходит достаточно показушная борьба, в результате которой, действительно, некоторые отрасли страдают очень сильно, да. Меня с этой точки зрения интересует, что произойдется в экономике страны. Я считаю, как это не цинично звучит, что обсуждать сейчас здоровье нации бессмысленно, потому что происходит не борьба за здоровье нации, а борьба с курильщиками, да. Я по-прежнему считаю курение и алкоголь огромным злом, но я считаю, что курильщики имеют право, люди, употребляющие алкоголь, тоже имеют свои права, а экономика, экономика при этом. Павел, Дмитрий достаточно подробно рассказал об антитабачных инициативах, просветите нас по поводу антиалкогольных инициатив. Ну, сейчас с 1 января вступили в силу запрет на ночную продажу пива, запрет на продажу пива в киосках, повысились акцизы на 34%, то есть достаточно много ограничительных мер. Дальше вот сейчас идет декларирование роничной продажи алкогольной продукции и идет подготовка к внедрению единой государственной автоматизированной информационной системы. То есть так называемый эгоизм. С вашей точки зрения, к чему это приведет? Вот по пунктам. Каждый из этих пунктов к чему приведет? Будет сложнее, конечно, приобрести алкоголь, особенно ночью. Это меня не волнует с экономической точки зрения. Закроются ли киоски, потеряют ли они в обороте? Вот эти аспекты меня интересуют. Киоски, безусловно, многие должны будут сделать выбор, чем дальше заниматься, потому что, я думаю, что продажа пива составляет порядка 30% их оборота. И, в общем-то, это, к сожалению, так. Но если их место займет какая-то экологически чистая продукция сельскохозяйственная, может быть, это будет неплохо, но многие действительно... То есть, вы предполагаете, что люди будут ночами вместо пива покупать молоко и морковку, да? Ну, почему обязательно ночами? Нет, ну, ночами действительно точки продажа. Извините, здесь речь идет о запрете торговли пива в киосках вообще круглосуточно. Я понимаю, но там сначала начиналось-то с того, что с ночного времени, да? Я вот неожиданно... Нет, вот в ночное время нельзя будет купить пиво, уже нельзя. Вообще нигде. С 1 января, да. Вообще нигде. То есть, это вступили в силу новые изменения в закон. Ну, им пока лучше они хотя бы в ресторане еще могут принять на грудь. Господин Лоскут вступает, да. А нам-то уже будет запрещено покурить даже в ресторане. Ну, замечательно, в ресторане будет легче дышать. Меня интересует... А почему нужно... Андрей, еще раз. Меня интересует экономическая подоплека. Мне вот, честно, при всей любви к вам, ваши страдания глубоко... Сами понимаете до чего, да? Меня интересует, потеряют ли рестораны? Потеряют, разумеется. Сколько вы знаете? Спросите Аркадия Новикова. Новиков, вернувшись из Лондона, сказал, говорит, я, говорит, когда поработал в Лондоне со своим рестораном, я понял, как здорово иметь некурящий ресторан. А другая культура абсолютно? Ничего подобного, он говорит, мы должны, понимаете, курильщик, находясь в ресторане, он портит воздух себе, портит воздух другим, кухня теряет смысл, вкус забивается, поэтому лучшие рестораторы, которые независимы от табачных компаний, не получают бонусы от них за размещение рекламы, они поддерживают запрет на украине в ресторанах. Ресторанная отрасль как раз не теряет, возможно, закроются кальянные, такие вот сегменты, кальянные, да, они под риском, сигарные такие заведения. Ну, Андрей, видимо, за сигарой или сейчас уже спит? Нет, Дмитрий говорит вообще, вот, как бы, не основываясь на конкретной жизни конкретных курильщиков, да, давайте говорить конкретно, в Ростове-на-Дону есть ростовский сигарный клуб, его президент, владелец... Я на секунду приве, просто хочу попросить наших радиослушателей, 6510996, код города 495, звоните, вопрос к вам будет звучать сегодня так, считаете ли вы, что борьба с табаком и алкоголем окажет существенное влияние на экономику России, если да, то как вы? В Ростове, ростовский сигарный клуб, его президент, владелец лучшего ростовского ресторана, в этом ресторане он первым в Ростове сделал некурящий зону, то есть вообще весь ресторан некурящий, но в подвальном помещении сделал сигарный лаунж, который сейчас является лучшим сигарным лаунжем России. Так стоп, теперь по решению, если вступает в силу законопроект в том виде, в котором он есть сегодня, то этот ресторан должен будет отказаться от уже вложенного, оплаченного бизнеса, вы спрашиваете о потерях, конкретной потери в районе, я так полагаю, 100 тысяч долларов обошлось организации вот этого очень хорошего сигарного лаунжа, лучшего в России. На чей счет будут списаны эти расходы? На счет Дмитрия Янина? Нет, на счет будущей экономии на онкологической операции. Ну вот, я говорю о конкретном совершенно, а эти люди начинают оперировать, что когда-то кому-то будет плохо. Не когда-то кому-то будет плохо, мы можем посчитать потери от курения и от потребления алкоголя. Не можете. Одну секундочку. Значит, представители табачников, представители, как называть алкоголиков, представители алкогольной промышленности, хорошо? Но я не представитель алкогольной промышленности. Ну, неважно, я же не о вас сейчас конкретно говорю, да? Всегда утверждали, утверждают вам, и продолжают утверждать, утверждают во многом справедливо, что повышение, например, акцизов на сигареты приведет к вытеснению табачной промышленности в серую зону. Это так. Это действительно так, это, видим, пример многих стран, и более того, в России уже появилось то, что мы ласково называем контрабасом в ряде областей. китайского контрабаса очень много. С алкоголем то же самое происходит с повышением акцизов? Ну, во-первых, у нас по итогам прошлого года собрано на 35% почти акцизов больше, чем за 2011 год. Это очень хороший, даже фантастический показатель при той борьбе, которая велась по ограничениям, которые вводились со всех сторон. И настолько усложняло жизнь алкогольных компаний, что действительно странно, что такой-то эффект. А за счет чего такой эффект был? За счет улучшения администрирования собираемости этих налогов плюс, конечно, ставки акцизов повысились. И в следующем году, я думаю, что примерно такая же динаминка останется. Парадокс, что в прошлом году было выпито на 2,6% абсолютного спирта больше, чем в 2011. В 2011 на 3,5% было больше спирта выпито населению. То есть у нас идет рост употребления алкоголя. Как ни странно. Несмотря на рост ставок, несмотря на ограничения. Давайте уточним. Сейчас, Митрий, одну секундочку. Значит, всегда говорили о том, что минимум 50% алкогольного рынка находится в тени. Это серый или черный рынок, да? Это то, что производится... Можно говорить, были любые цифры. Вы как считаете? И 30%, и 60%. Ну, я думаю, что процентов 20, наверное, на данный момент. Было. Сейчас у нас есть не теневой сектор, а есть совершенно легальный сектор. Это спирт, содержащий жидкости медицинского назначения. То есть настойки, пресловутые, бояршники и так далее. То есть вот они спокойны... Произошла миграция туда? Нет, она идет постоянно. Дело в том, что, в общем-то, они дешевле примерно в 5-6 раз, чем, так сказать, обычная ликюроводочная продукция. Только в отличие от ликюроводочной продукции, это лекарство. Имеет льготы по акцизам, да? То есть вот человек идет, похмеляется, но он при этом считает, что он покупает лекарство, да? Это лечится. В общем-то, вот пока эта льгота не устранена, то есть это никакой не теневой рынок, это совершенно легальный рынок. Вот разрешено определенной части производителей спирт, содержащей продукции работать без акцизов. Вот и все. А предыдущий опыт, то есть все предыдущие законодательные инициативы, опять-таки представители алкогольной промышленности говорили, что повышение акцизов приведет к тому, что рынок уйдет в серую, в черную, народ станет пить контрафакт. Сейчас, конечно, 34% повысили акцизы с нового года, понятно, что пару месяцев заводы постоят, то есть основным ликюроводочные заводы, потому что это, ну, ценовой шок. Ну, они подготовились, сделали соответствующие товарные запасы в прошлом году. То есть ущерб экономике будет занесен? Об этом после выпуска новостей? Нет, я не думаю, чтобы... После выпуска новостей мы вернемся в студию и продолжим тему беседы борьбы с табаком и алкоголем. Ну что ж, продолжаем нашу беседу. Это Финам.ФМ. Я, Игорь Виттель. Беседуем о борьбе с табаком и алкоголем и об экономической подоплеке этой борьбы. 65 10 99 6. Код города 495. Или пишите нам на странице нашей программы на сайте Финам.ФМ. И вопрос к нашим радиослушателям звучит. Так, считаете ли вы, что эта борьба наносит экономике России? Ущерб или приносит пользу? Если да, то какую, Павел Шапкин? Простите, я вас прервал. На экономику это вообще мы оказываем мало влияния. Как мы оказываем мало влияния? Извините, пожалуйста. Пример простой. Стоит, ну, как ее назвать? Контрафактная водка. Водка, производимая там, без уплаты акцизов, да, которая попадает на прилавки в том числе и крупных торговых сетей. Рядом стоит водка, которая произведена легально с повышенным акцизом. Естественно... Это было 10 лет назад и будет. Я думаю, там, через пару лет. Дело в том, что это, ну, неистребимая часть, как бы, сегмента практически. То есть пока есть налоги, всегда найдутся люди, которые не захотят их уплачивать. А, простите, пожалуйста. Удельный вес налогов водки, он порядка 70%, понимаете? Все остальное торговые накрутки и минимум себестоимости. Неважно. Это стоит на полке рядом. Это попадает в торговые сети. Другой вопрос, как попадает? И, естественно, приходящие люди, предпочитающие дешевый сегмент, начинают потреблять дешевый алкоголь, не покупая то, что произведено легально. И производитель легального продукта оказывается известно где. Да не так это все. Нижний сегмент отсечен минимальной ценой на водку. И эта мера достаточно успешная. Это Дмитрий Янин вступает в нас. В том, что ниже 70 рублей продавать водку нельзя за 0,5. Мы предлагаем то же самое сделать по сигаретам. А что касается, то, что Павел сказал, действительно, несмотря на все ограничения, растет потребление абсолютного алкоголя. На мой взгляд, это связано с тем, что теневой сектор потихонечку выходит в белое русло. Потому что очевидно, что с точки зрения потребителей все эти препоны повлияли на объемы потребления. Об этом же свидетельствует хорошая статистика по России по числу случайных отравлений алкоголя. Она снизилась. У нас в 2012 году от отравления алкоголя умерло меньше, чем в 11, на 15%. Это неплохо. Это говорит о том, что вот эти все запреты, они, по крайней мере, в части выпил-умер, они работают. И я надеюсь... Ну, что касается табака, что касается табака, то эти проблемы для табака решены. Процент контрабаса, как вы его назвали, в российской табачной отрасли составляет 1,2%. Составлял. Сейчас, а еще раз вам говорю, с принятием всех антитабачных поправок начнет расти в ряде регионов уже его полно. И самыми популярными сигаретами являются дешевые китайские сигареты. Дмитрий, мы с вами... Дмитрий, мы начинаем сейчас разрушать то, что уже хорошо сделано. Дмитрий, я это наблюдал в стране, в которой, как изящно выразился Павел, администрирование гораздо лучше работает, чем в России. Я наблюдал в Америке, когда цена пачки сигарет подскочила примерно с 2,25 до 8. Где стали люди брать сигареты? У индейцев. У индейцев это один вариант. И польский контрабас, это существует до сих пор, это мафия, которая нелегально была всегда завозима в Америку. Нелегальная польская, Мальборо. Но при этом бюджет... Мальборо. Бюджет Соединенных Штатов Америки при каждом повышении на процент повышения всегда растет. То же самое мы видим по водке в России. Бюджет от этих повышений не теряет. И странно, почему господин Шаталов так заботится о прибыли табачной компании, потому что, когда за Мальборо в Польше бюджет получает 100 рублей, а в России 8 рублей, я тут вижу только лишь преференцию для конкретных акционеров Филиппа Морриса. А можно узнать, курят ли меньше в Польше? Курят меньше в Польше. Насколько? А значит, распространенность... Я люблю точные цифры. Нет, смотрите, распространенность курения в России в районе 40% среди взрослого населения. Андрей, это так или нет? 44 миллиона. Я хочу сказать, что в Польше... Польше курение в районе 30% распространения. То есть на треть в Польше курят меньше. И все потому, что бюджет получает с пачкой больше? Нет, и все потому, что цена на сигареты в Польше экономика сопоставима с российской по доходам чуть выше, да, на душу населения. Но цена на сигареты там в три раза выше, акцизы выше в 10 раз. И когда мы сохраняем здесь налоги достаточно низкие, мы конкретно помогаем акционерам четырех компаний просто больше зарабатывать. Вот и все. Государство, конечно же, хочет получать честно деньги с честной компанией. Если мы хотим работать как в Польше, то мы должны понимать, что 20% контрабаса, как вы его назвали, в Польше реальность. Это Калининград. Значит, 20% того, что мы, и мы хотим разрушить систему, при которой 1%, то есть мы хотим сделать безобразие там, где сейчас уже есть порядок. Вот к чему вы ведете. А я сейчас не понимаю, Андрей, вы о чем заботитесь? О правах курильщиков? О правах табачных компаний? О собираемости налогов? Секундочку, Игорь, одну секунду. Если в ста пачках, которые выкурил курильщик, будет одна фальшивая... Фальшивая... Прекрасно. Но если бюджет получит за этого в 100 раз больше... А если он выкурил 20%... Я не понимаю, что такое фальшивое. Когда я говорю о контрафактной алкогольной продукции, я могу твердо сказать, или это бутылка водки, произведенная на том же заводе в третью так называемую смену, и это та же самая водка, и тогда от этого страдает государство. Либо это поддельное, там, из некачественного спирта или из, не дай бог, метанола, и тогда это трагедия, что с сигаретами не происходит, одну из кучков. Нет, то же самое произойдет. Нет, ничего подобного. Поддельные сигареты, это сигарета, выпущенная из бросового, так же, как и сигара, из бросового табака, стоимость которому копейки, но которая будет продаваться в 2-3 раза дешевле, чем под той же маркой. Которая наносит ущерб. Конечно. Да нет такой зависимости. Это будут и потери государства, и самое главное, удар по интересам курильщиков. Мы будем курить под той же маркой, но абсолютное дерьмо. Но платят за это дешевле, и государство не будет получать на этом. То есть, сегодняшний порядок, который существует в России, самый крутой порядок в мире, который только есть, ни в одной стране мира нет 1,2% контрафакта. Мы хотим разрушить и заменить другим порядком, при котором будем курить хуже, для здоровья хуже, и платить мимо кармана государства. Вот что вы хотите. Мы против этого. Андрей, если вы хотите курить в ресторанах, то почему тут собираемость налога государства? Не надо мне морочить голову. Не надо мне ваши интересы. Я с уважением отношусь к правам курильщиков, и я за права курильщиков. Я тоже считаю, что курильщиков нельзя вытеснять в резервацию. Только не надо мне морочить голову и рассказывать, что вы за государство. За себя, пожалуйста, и я вместе с вами за вас. Я не курящий человек, но я считаю, что курильщик должен иметь права, и нельзя бороться с курильщиками. За себя может выступать только конкретный курильщик. Но как только мы объединились в общероссийское движение за права курильщиков, мы волей или неволей начинаем выступать за интересы государства, которые в этой ситуации становятся на нашей стороне. Мы заинтересованы в том, конечно, демагогия. Конечно, демагогия. Андрей, скажи честно. Мы демагоги, а вы не демагоги. Я не демагогия, потому что я говорю, у нас 44 миллиона курильщиков. Это значит, 22 миллиона курильщика станут клиентами системы здравоохранения российской. Не надо только по российскую систему здравоохранения. Ну а кто ее финансирует? Витя Ильич, у меня, кстати, к вам такой вопрос традиционный. А кому в этом году ушли деньги Блумберга? Кого Блумберг в Россию финансирует? Не могу сказать. Я с Блумбергом лично не знаком. Обязательно познакомлюсь. Кого финансировал Блумберг в антитабачной борьбе в России? Нас финансировал. Вас финансировал. А их финансирует Филипп Моррис. Да знаю я, кто кого финансирует. Я вам могу сказать, что от евреев, от американских евреев, коим является Блумберг, можно ждать только подлости. Потому что, когда они финансируют борьбу с табаком, они... А вы антисемит, что ли, Дмитрий Ильич? Я абсолютно не антисемит. Но я могу сказать, это нам говорят табачные компании. Посмотрите, кто финансирует борьбу с табаком. Американские евреи. Я говорю, а вы знаете... Я никогда что-то не слышал от табачной компании. Да, нет, они это говорят. И Павел, видимо, не слышал. А вот Андрей в Ростове, например, говорил вам, что вы знаете, что будут табачные бунты. Я вот когда на деньги Филипп Морриса заявляются такие слова... Почему тут деньги Филипп Морриса? Тогда если меня цитируют, послушайте, если цитируют меня при мне, то дайте мне поправить. Я говорю о том, что этот закон, законопроект, который сейчас рассматривается во втором чтении в Госдуме, он антисоциален. Это закон... Сметет российскую власть. Дмитрий, а на секунду. На секунду. Ну, дайте я себя сам процесирую. Ну, как-нибудь. Ну, грамотный, ладно. Андрей, а можно я на секунду вмешаюсь? Если не трудно. Уж пустите ведущего в середину. Как говорил в свое время мне другой американский еврей, у меня для вас есть новости. И Филипп Моррису, и British American Tobacco, и Japan Tobacco International, и другим игрокам абсолютно все равно это борьба. Они свое все равно получат. И сигареты будут продаваться, и люди будут курить. Им не надо финансировать ни Андрея, ни кого-либо еще. Точно так же, как и Блумбергу, не особенно нужно финансировать вас. Не надо изображать... Вот против этого свинства мы и выступаем. Какого свинства? Власти, которой наплевать на 43 или 44 миллиона своих граждан, половину избирателей, половину взрослых, половину работающих. Мы... Вот именно это нас не устраивает. А вы на с белой ленточкой не ходите, случайно? Нет, не хожу. Секундочку, так я не договорюсь. Автоцитата заключается в том, что если на нас плюют, то мы будем к этой власти относиться как к плюющей на своих граждан власти. И будете выводить народ на улицу? Не будем мы выводить. Но народу, в конце концов, надоест, когда коровам устраивают летнее время, а на 43 миллиона плюют. Вот о чем идет речь. Спасибо, Андрей. Давайте все-таки беспокоиться и о коровах, и о молоке, и о кульчикам. Вообще немножко у меня о том говорим. Вот если говорить об алкоголе, вообще это не та проблема, что там есть контрафактный рынок, нелегальные продукции, это всегда будет существовать в том или ином соотношении. Это задача, в конце концов, правоохранительных органов и фискальных органов все эти деньги собирать. По-моему, наши слушатели уже... Извините, наши слушатели, они имели, по-моему, это возмущение, и они звонят. 65-10-99-6, код города 4-95. Проблема в том, что алкоголь в России пьется с каждым годом все больше и больше. И вот если там пофантазировать, то получается, что если подтянуть цену водки до времен советских, когда удельный вес стоимости водки стоял примерно 40 бутылок на среднемесячную зарплату, то есть задел примерное увеличение цены водки в два раза. При этом не было такого развитого ритейла, как сейчас. То есть не было столько такого количества точек торговых, как сейчас. Это было совершенно ограниченное количество магазинов. И все равно народ пил. И мало того, если бы он не пил, не было бы никакой Горбачевской антиалкогольной компании. А, Павел, возникает тогда такой вопрос. Почему с табачниками говорят, что нам нужно, чтобы меньше курили, а обычно про алкогольную... Да, вот я хочу сказать, что из 230 миллиардов рублей, которые собираются с пива и с алкоголя, с алкогольной продукции, только 300 миллионов рублей из 230 миллиардов, только 300 миллионов рублей тратится на антиалкогольную компанию. С табачников собираются для информации 270 миллиардов. Андрей, не перебивай, пожалуйста. Причем это, ну, понятно, что, так сказать, через Минздрав идет, то есть там люди там прекрасно понимают, то есть, ну, опять-таки... Бюджет при этом пилится замечательно. Не знаю. Опять-таки антиалкогольная компания сводится к чему? К каким-то крайним состояниям. Человек нажрался, сел за руль, кого-то сбил, да? Вот, значит, не надо это делать. Ну, конечно, не надо это делать. Не надо испытывать синдром белогорячки. Всем известный там, значит, белочка, вот этот ролик... Нет, нам не лично неизвестно. Нет, который очень хорошо распространялся в интернете, так что, так сказать, это стало в итоге водочным брендом, да? То есть, как бы, замечательно народ на это среагировал, с точностью, да наоборот. И, в общем-то, получается, что никто серьезно не занимается тем, чтобы решить проблему снижения уровня потребления алкоголя. А я вам могу объяснить, почему? Потому что на антитабачную борьбу деньги выделяются, там, блумбергами, фигумбергами, кем только не выделяются. А на антиалкогольной тут зарабатывать нет. Я вам расскажу. У нас был разговор с чиновником, с одним очень влиятельным министром, тогда еще он сказал, говорит, когда мы обсуждали тему водки, да, потому что нужно понимать, что основная проблема... Это Дмитрий Анин, у нас родился, Микрофон, да. ...экризмерного потребления крепкого алкоголя. Он сказал, говорит, не отнимайте у русских последнюю радость. Поэтому снижение потребления алкоголя, крепкого алкоголя, политически воспринимается как политический риск. А борьба с наркоманией воспринимается в нашей стране исключительно как дело рискованное. Да. Безопаснее всего бороться с табаком, поэтому вы мучите несчастных табачников. Это можно... Нет, ничего подобного. Спасибо за поддержку в прямом эфире. Да никого я не поддерживаю. Я могу сказать так, что, к сожалению, сложился стереотип, что Горбачок... После выпуска новостей, Деми, если не возражаете, после выпуска новостей буквально через минуту вернемся в студию. Ну что ж, возвращаемся в студию. 65 10 99 6, код города 495. Может, опять звоните нам. Это продукт с Игорем Виттелем. Продолжаем нашу битву. Такого я из вас прервал. Дмитрий. Да, вы меня прервали. Есть почему-то такая боязнь у верхушки, что борясь с водкой они рушат страну, хотя это неправильно. И вторая проблема состоит в том, что почему меньше сейчас дискуссии по алкоголю. В принципе, то, что было принято, это процентов 80 того, что нужно было сделать. По акцизам решение принято, и цена водки действительно вырастет в ближайшие три года еще раза в два. Это точно по нынешним ставкам. Возможно, вы правы, Павел, говоря о том, что недостаточно социальной рекламы против потребления алкоголя. Да ее нет, фактически нет. Я не думаю, что социальная реклама, уж позвольте, я вмешаюсь, она может как-то помочь. Я не против нее. Я просто говорю, что это не самое эффективное. Но она тоже нужна. А кто-нибудь пробовал вообще? Павел, а давайте разделим, если мы говорим об экономике. Существует экономический аспект производителей, распространителей, нелегального контрафакта, существует действительно некая, ну, отчасти мифическая вещь, как здоровье нации, которую, конечно, тоже можно посчитать в деньгах. Вот, то, что сейчас происходит законодательно, то, что происходит с бизнесом алкогольным, как это повлияет вот на эти четыре сегмента? Если вы какие-то другие еще насчитаете, пожалуйста, добавляйте. Бюджет получит дополнительные средства, народ будет пить столько, сколько пьет примерно, если ничего не будет делаться иного. Ну, а бизнес будет постепенно концентрироваться. В общем-то, естественно, мало принимается, будут с ним уходить. Бизнес, ну, какой-то потеряет, какой-то приобретет. Такого же не может быть, что... Кто потеряет, кто приобретет. Все потеряют, да. Приобретут, крупные производители, крупные сети торговые, потеряют малый бизнес. Как обычно у нас в стране происходит. Ну, в принципе, да. Вот здесь, в этом сегменте это совершенно точно, так сказать, ну, на самом деле, наверное, это правильно, потому что инвестиционная привлекательность не должна быть у алкогольного бизнеса, наверное, у табачного тоже, да, то есть... Почему? Это не то, что следует стимулировать, по крайней мере. Почему? Ну, как бы существует... Потому что алкоголь — это простейшее вещество, которое в состоянии производить любой школьник. Вот все мы здесь присутствуют, все знаем, как это сделать. Произвести, да, а качественно произвести? Нет, конечно. Более даже качественно, чем на заводах можно. Это правда. Это не промышленных объемов. А зачем промышленных объемов? Вот в том-то и дело, да, что весь вопрос в промышленных объемах. Значит, у нас на связи депутат Госдумы Дмитрий Носов. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Я слышал часть вашей беседы, уже вот этот вышел посыл, что как же бедный малый бизнес, как будто такое ощущение, что бедному малому бизнесу, кроме как сигареты и алкоголь, нечего больше продавать. То есть печенье, шоколад, товары для здоровья. Если пиво занимает 30% в обороте, Дмитрий... Меня сейчас не перебивать. Это все убивает наших людей. Такими темпами наркотики начните продавать. Попросите, может, депутатов легализовать наркотики? У вас прибыли будут тогда фантастические. Только через пару лет их продавать некому будет. Теперь я слушаю ваш вопрос непосредственно, наверное, по экономическому обоснованию вы хотели услышать. Правильно? Только можно я задам встречный вопрос? Нет, ну и реплику можно. сейчас одну секундочку, Андрей. Поскольку я с Дмитрием не первый день знаком, да, Дмитрий? Это Игорь Витальев, если мне нет. Вопрос простой. Где, когда, кто призывал легализовать наркотики? Наоборот, лично я, и мы с вами на это тем неоднократно говорили, призывая к ним всячески бороться, да? Я говорю, что вы еще в плане, не именно вы конкретно, а вообще ваша вся структура среднего малого бизнеса, который говорит, что внесут огромные потери, я понимаю, вы на каком действительно шоколаде. Но мы все знаем, что курение убивает, что алкоголь убивает. Хорошо. Тогда... Ну полумиллиона жизней мы от этого делаем. Тогда встречный вопрос. А вот... Конечно, нам больше деньги интересно. Нет, ну мне не деньги, мне интересно здоровья нации. Станет ли в данном случае и его экономическая подоплека? Станет ли наша страна меньше пить и меньше курить в результате принятых сейчас поправок и тех поправок, которые еще только предлагаются? Конечно, конечно. Потому что это уже работает во всем мире. Не надо изобретать его сети. Это все байки, пугалки табачных алкогольных королей. Я вам могу привести официальное статистику, что наиболее трудоспособное население в возрасте 30-59 лет. Так вот, откурение табака у мужчин мы теряем около 40% от мужчин. 40% точнее смертей происходит откурение табака у мужчин и 20% Дмитрий, я с этим не спорю. я спрашиваю, я спрашиваю, насколько будет... Потери потенциальных лет жизни, то есть минимум 9 лет трудоспособных. Дальше идем. Что касается денег, миллиард, 1 триллион 200 миллионов, миллиардов, да, мы теряем 1 триллион 200 миллиардов в год. За 5 лет просто, это только от собакокурения потери государства составляют. Я задал вопрос, станут ли они... Я понимаю потери. Дмитрий, мой вопрос, я хоть и тупой, но не настолько тупой. Так что не пытайтесь мне отвечать на другой вопрос. Насколько меньше станут курить, насколько меньше станут пить в результате принятых законов? Вот на этот вопрос вы можете ответить? Сейчас я отвечаю только за курение. Ну, давайте за курение, ради бога. Давайте за курение. От 25 до 40% минимум, как показ международный. Кремлевский мечтатель. Вопрос. Вопрос от Андрея Лоскутова есть. Вопрос, Дмитрий. Значит, я считаю, что вы кремлевский, что вы думский мечтатель. Вся кампания против курения во Франции, а она очень жестока, одна из жесточайших в Европе, привела к падению на 1%. Так что... Это неправильные данные. Вы сейчас просто вводите... Да, хорошо. Ну, хорошо. Но это принцип общения. Да, вот все, что говорит оппонент, это неправда. Андрей, тогда... Я... Конкретный вопрос. У меня конкретный вопрос тогда к вам. На треть упало курение или на треть упало курение официального? На 1%. На 1%. Кто сказал треть? Дмитрий. Нет, там был 3%. Распространённость курения во Франции было 35%. Потом она снизилась до 29%. То есть, это уже считается... Снизилась или перешла в чёрную зону? Она снизилась по опросам курильщиков, курить его или нет. То есть, это получается от 35,6%. Это почти 18%. Потом она повысилась на 3%. То есть, сейчас распространённость курения всё равно ниже, чем она была до начала этих мер. И это меры... 1% или 3%. Хорошо. Андрей, не вмешивайся. Дмитрий, вопрос депутата. Значит, конкретный вопрос депутата. вы в студии, у вас приоритет, но я по-своему... Хорошо. Дмитрий, ответьте на вопрос. А, Дмитрий, можно один вопрос к вам? Самое главное, самое главное, чего добиваемся мы вообще, это убрать как можно больше детей из этого опасного поля, когда они втягиваются в оптурение. Потому что наказано и научно, и все это знают. И все курильщики это знают, что люди начинают курить в возрасте от 13 до, примерно, 22 лет. Это 98% курильщиков, которые начали курить. Да, возможно, вы правы, отчасти, что все курильщики, конечно, не бросят курить. Хотя, мы исключим Францию, возьмем весь международный опыт. До 25% минимум во всех странах все-таки бросают курить. Но самое главное, что мы просто в разы, в разы, в разы ограничим будущих курильщиков, детей и подростков. Это наша вообще основная задача, спасти жизнь детей. У нас сейчас в России каждая вторая, третья девочка в возрасте 13 лет курить. Какое поколение эти дети будут рожать? Вы вообще понимаете? Мы это прекрасно понимаем, Дмитрий. Вопрос-то не в этом. Станут ли эти дети меньше втягиваться? Конечно. Если пачка будет 100 рублей, вот с чем борются табачные компании? Так она будет 20 рублей стоить. Не можете не перебивать, Дмитрий. Все знают, что так и будет. Потому что для этого будет создано предание курящих. Для ребенка он не будет видеть, как курят взрослые. Он и сам не захочет никогда курить. А когда сигареты на каждом шагу, когда они легко доступны, когда все курят, и это считается нормально, когда в кино курят главный герой, это считается модным. А вы предлагаете теперь запретить фильмы, где курят? Я правильно понимаю? Мы не предлагаем запретить фильмы, где курят. Читайте внимательно. Нет, я уточняю. фильмы, которые уже были сняты до этого момента, перед показом фильма, и во время рекламы, или в конце фильма пускать рекламу о вреде курения, одобренную Минстрау. А во всех производящихся кино, театрах, спектаклях и так далее, полностью запретить. Вопрос по закону проекта. Вновь запретить курение. И, кстати, вчера я... То есть, если драматургически оправданно... У нас в театре сейчас режиссер говорит, так, больше не курим, потому что сейчас, наверное, выйдет закон, это не нужно. И спокойно спектакль без этого обошелся. Правда? Уже тенденция это начинается, это хорошо. Это хорошо, когда дзюдоисты будут такие решения принимать. Нормально. Вы на Путине, что ли? По театрам. А что вы имеете против Путина, но с собой дзюдо? Можно мне вопрос депутату по обсуждению законопроекта? Вопрос депутата был. Дмитрий, вы сегодня обсуждаете законопроект, вот тот самый, который мы называем антитабачным. Пожалуйста, скажите, есть ли у вас представление, во что обойдется реализация этого законопроекта? В сопроводительной записке стоимость не обозначена. Во что это обойдется? Значит, начнем с того, что это закон об охране здоровья и курильщиков, и не курильщиков. Во что он обойдется, я еще не видел экономические обоснования, но это... Да их нету, поэтому вы не видели. Котейки, и вообще, если это все предложение, то есть, что он ляжет на как раз частной структурой. Дмитрий, еще Павел Шапкин хочет вам задать вопрос. У меня предложение к вам. Не хотите внести законопроект, вводящий административные санкции для родителей, которые курят при детях? Я считаю, что уголовные надо вводить. Я лично не такой законопроект, что я сейчас перед ГИБом, но есть коллеги, которые это уже предлагают. Дмитрий, тут, кстати, сайта пришла... Свердюк, выписывал такой поправки. Дмитрий, тут от Олега с сайта пришло, и я абсолютно двумя руками за. В ответ депутату запретите, пожалуйста, фастфуд, коковый, пепси-коловый, они убивают и вредят здоровью не 30% населения, а, по-моему, 90%. что, скорее всего, с тем, я не вижу, с теми общаюсь, есть какие-то... Это Игорь Витович. Табачное лобби, возможно, того, что... Да причем, я за, я за, чтобы запретить все, и считаю, что фастфуд тоже убивают. Все, кто нормально размышляет, это табачное лобби. Все понятно, мы знаем. У нас в стране, у нас в стране есть официальные данные, что от болезней, связанных впоследствии с курением или потреблением табачного дыма не курящими умирает 400 тысяч человек, от алкоголя 500 тысяч человек, от наркотиков около 100 тысяч человек. Бред. Станиславский не сказал, не верю. Разбивается, гибнет в автомобильных катастрофах. Ну, давайте Станиславского не откапывать. Наша страна занимает первое место в мире по детскому курению, по детской... Дмитрий, никто не спорит всем, что надо бороться с детским курением, да? Мы принимаем все радикальные меры, если хотите даже. Потому что у нас нету возможности, мы не можем себе позволить такое количество человеческих жизней. Спасибо большое, у нас на связи был депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Носов. И послушаем наших радиослушателей. Виктор. Виктор, вы здесь? Алло. Да. Здравствуйте. Добрый день. Вот, знаете, у вас, конечно, спор бесконечный будет, понимаете? Любой вопрос, какой ни возник. Там будет 200 факторов за, 200, как говорится, против. Вот, и поэтому спорить можно без конца. Но я хотел бы вот такой моментик вот в этом вопросе отсветить. Понимаете, ну, как бы сказать, в свое время, скажем так, прибрежную, средним, государство разводило людей на пьянство. То есть, в это время увеличилось пьянство в союзе. Помните, может быть, кто-нибудь из вас там, Да, конечно. Так вот, и потом, значит, когда люди немножко подсели на это дело, Михаил Сергеевич вводит, значит, свой закон, там, типа сухого, так сказать, закона. И кончается, понимаете, тут, и не сколько даже протест против самого пьянства, как, или там, курения, просто против вот этой разводки, так сказать, был у людей. Потому что их в определенной степени не посадили на это, а потом типа... Я правильно понимаю, что, по-вашему, Леонид Ильич Брежнев сознательно занимался тем, что подсаживал российский народ на... Экономика Советского Союза, я соглашусь с слушателем, Спасибо большое. Экономика Советского Союза очень сильно зависела от поступления от водки, это факт. И то, что именно при Брежневе шла колоссальная популяризация водки, практически дискриминировалась пива. Но об этом опять-таки после выпуска новостей, Дмитрий. Да, вы советские фильмы, посмотрите, там же сплошное бухало вообще. Да, абсолютно. И курение, кстати говоря, там особенно разведчики, там хорошие положительные герои. Финам-ФМ. Новости. Ну что ж, возвращаемся в студию, это Парадокс с Игорем Виттолем, я Игорь Виттолем, пишите на сайте финам.фм или телефон студии 651099, код города 495, а я прервал Дмитрия. Дмитрий. Дмитрий говорил про пьяные деньги. Да, я говорил про пьяные деньги. Пьяные деньги были в советской эпохе. А вот те, кто дозвонились во время выпуска новостей, бросили трубку, дозвоните, пожалуйста, еще раз. Они на самом деле сделали очень злую шутку, потому что мало того, что страна была подсажена на алкоголь, и второй момент... А до этого не пили, конечно. Нет, при Хрущеве, кстати, я вам могу сказать, при Хрущеве была самая высокая продолжительность мужского населения России, СССР. Тогда люди доживали до 65 лет. Вот с этого момента только при Горбачеве в самый пик антиалкогольной реформы этот показатель был достигнут. При Гайдаре это все упало до 59. Я на днях открываю один известный журнал, не буду сейчас его рекламировать, и читаю, что при Горбачеве, оказывается, выросла продолжительность жизни. Покажите мне, пожалуйста, эту статистику. Кто считал во времена Горбачева, как за 7 лет антиалкогольной кампании... Она была не 7 лет, она была 4 года, на самом деле. Она была свернута в 89-м году, потому что в тот момент уже практически политические процессы пошли. Возможно, они правильно просчитали, что надо уже останавливаться, чтобы народ не трезвел. Да, но было уже поздно. Поэтому вот я считаю, что то, что было сделано Горбачевым, это очень большая заслуга. К сожалению, его дискредитировали. Вырубленные виноградники, вырубленный качественный алкоголь. Какой у нас был? Уничтоженный качественный алкоголь. Что вы имеете в виду? Уничтоженный качественный алкоголь. И народ, который пил Динатурат. Дина, мы жили в одно и то же время, что-нибудь не помним. А давайте сравним с 93-м со спиртом Рояль. Кстати, тогда киоски ныли, когда запрещали спирт Рояль. Я тоже пил. И выжил. Да, но когда запрещали Рояль в киосках, а пергильгеки киоскёрах её тогда не было. И вот они говорили, наш малый бизнес рухнет. Потом мы взимали водку из киосков, наш бизнес рухнет. Сейчас изъяли пиво, наш бизнес рухнет, но при этом киоски стоят. Не рухнул-то, не благодаря, а вопреки. Давайте послушаем. Когда рухнет, уже будет говорить некому. Одну секундочку. Ольга. Ольга, слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Знаете, к сожалению, все ваши благие бизнес намерения, они наталкиваются на то, что портится генетический фонд. Мальчики-то пусть хрен что не пьют, их потом можно немножко освежить. А вот приёмник они могли бы выключить, а то очень фонит. Верещит? Верещит, да. Ещё громче вас. Да ну что вы, громче меня нету. Дело в том, что у девочек всё, с чем они идут в дальнейшую полувозрелую жизнь, Вы хотите об этом поговорить? Я не готов сейчас обстречать полувозрелую жизнь девочек. Это нынче рискованно. Не, не надо. Я профессионал, поэтому не надо со мной это обсуждать, я вас всё равно забью. Дело в том, что... Да ладно, я хорошая. Вы продолжайте, пожалуйста, текст. Нет, дело в том, что эти девочки потом рожают больных детишек. И лечить этих девочек к сожалению, практически невозможно. Вопрос был, вы слышали, в результате принятия этих законов снизится употребление алкоголя и табака? Конечно. Игорь? Ой, ну не снижите меня. Не снижится, да? Не снижите? Нет, понимаете, это точно... Вы можете ответить на вопрос, да или нет, снизится или не снизится? Ну нет, конечно. Не снизится. Всё, спасибо, Ольга. Павел. Павел, здравствуйте. Павел Радиослав, да. Вы знаете, у меня два вопроса я хотел вас видеть. Первый, просто ради интереса скажу, что я был один из первых, который в своё время ещё там в далёкий конец 80-х, начало 90-х ввозил спирт рояль как раз. Ого, спасибо. Вот. И мы ввозили очень качественный спирт. И, к сожалению, потом, как сказать, это происходило в течение нескольких месяцев. А потом мы прекратили это дело, потому что начались огромные подделки и поэтому, естественно, уже пошла антиреклама. А второй вопрос? А второй вопрос, конечно, немножко смешно о том, что там, конечно, пить у нас никто никогда в жизни не прекратит, у нас страна как менталитет такой. Им странно, что вся эта дума и всё остальное борется вот с этими вещами, хотя я сам не курю и противник этого там, ну, не верю, что человек может бросить запретами. То есть не стали пить пить? Спасибо большое. Алло, алло, подожди, бороться надо с абортами. Вот это миллионы жертв гибнут. Это умышленные где-то убийства. Я вам обещаю одну из наших следующих передач мы обязательно посвятим абортам Павел Шаптону. По экономике этого процесса. Экономика абортов. Ну, Дума у нас в основном занимается запретами или увеличением штрафов, санкций, да, то есть как бы такой интересный процесс законотворчества идёт. Но вообще, я бы просто, то есть дали бы возможность, я бы запустил бы хорошую рекламу, которая позволила бы действительно снизить потребление алкоголя, то есть она била по узловым точкам. Во-первых, я бы обязательно бы рекламировал статью Уголовного кодекса за спаивание несовершеннолетних и вовлечение в пьянство, так сказать, чтобы люди просто знали, что не надо детям своим наливать шампанское на Новый год, не надо, так сказать, при них сидеть и бухать там, значит, до поросячьего визга. И вообще, так сказать, это является процессом вовлечения, то есть это определённый стереотип поведения у детей вызывает, так сказать, который они потом несут в дальнейшем взрослении. Я уверена, что вот человек, посмотревший социальную рекламу... А это не социальная реклама даже, это просто напоминание, что, ребята, за это есть уголовная ответственность, понимаете? Игорь, сегодня Рибада Центр опубликовал опрос, опубликовал опрос, что нужно народу для того, чтобы, по мнению самого народа, как нужно реально бороться с проблемой по табакокурению. Так вот выяснилось, что 55% опрошенных, они говорят, что нужно информировать людей, работать с людьми, доносить до них информацию, но не запрещать. Бороться с нелегальным оборотом сигарет, это 38%, а без... Так если его нет, то как с ним можно бороться? 36% и так далее. А запреты... Действительно, у меня присоединился к вопросу Дмитрия Янина. Если нет... Вы либо туда, либо сюда. Вот это ваше туда-сюда раздражение. Вы опросите подкорректируйте в следующий раз. Ну реально, но что вы принесли? Значит, и 20% говорят о запретах. Так вот, у нас весь законопроект состоит из одних запретов. Там нельзя, там запрещено, там не ходи, туда не... Слушайте, экономика, давайте вернемся к экономике. Вот правильно сказала женщина, она, к сожалению, наверное, врач, она не экономист, она одного вещи не скажет, что вот этих девочек, этих детей, которые недоношенные, рождаются, их лечим мы с вами за счет наших налогов. У нас были расчеты деловой России, которые показали, что из-за вот этой беспредела по табаку и алкоголю нет оснований, нет возможности снижать налоговое бремя, потому что систему здравоохранения, которая у нас сейчас есть, она ужасна. Туда нужно вливать огромные деньги. 22 миллиона курильщиков... Их по дороге воровать только еще не надо. Их еще и воруют, да. Но только их надо вливать. Почему у нас существует очередь на операции детям, да? Это же позор. Ее нет ни в Израиле, нет ни в США, где подняли акцизы, а деньги дали на детские страховки. У нас, говорят, ничего подобного делать нельзя. У нас Шаталов блокирует повышение акцизов с тем, чтобы эти деньги не изымались из индустрии, которая убивает. Они сейчас просто изымаются из наших с вами карманов. А Филипп Моррис, Джип Антабака, платят здесь мизер. Мизер платит, Игорь, ну признай. Я вот... Пусть платят, как в Польше. Один вопрос. Почему в сводке они снимают столько, сколько в Польше, да? А с табачником они оставляют такие преференции. Послушаем, радиослушатели, Игорь. А добрый день. Добрый день. Московская область. Вот хотел сказать мне, вот когда я вас слушаю, мне даже немножко обидно становится, потому что получается как, то есть как бы на одной чаше весов деньги, на другой вот здоровье человека. А к сожалению, по-другому не получается посчитать, понимаете? Понимаете? Ну как бы деньги, это же деньги, это бумага, их напечатать можно. Здоровье, то есть если ты их здоровье потерял, его уже никак не вернешь, не восстановишь. И поэтому я как бы, ну, считаю, что да, нужно ужесточать, нужно запрещать и повышать цену. Тогда расскажите мне еще раз. Вы, видимо, невнимательно слушали мой вопрос. В результате принятых мер станут меньше пить и курить? А я просто, я даже не знаю, потому что какие-то меры... Не знаете. Хорошо. Я как бы, ну, тут главное просто, мне кажется, цену, цену, вещь. Вот, а еще одно. Вот, пользуясь слушаем, хотел бы сказать, ну, вот всем слушайте, пожалуйста, не курите, ведите трезвый образ жизни, будьте примером для детей, и как бы чтобы... И не делайте аборты. Илья, пожалуйста. Сейчас, Павел, одну секунду. Добрый день. Вы знаете, мое мнение, что уменьшится, уменьшится, но не настолько, насколько хотелось бы. Вот. Я согласен, неоднократно высказанным мнением вашей передачи, в вашем сюжете, что запретом ничего добиться нельзя категорически, но у нас сложилось так, что мы умеем, мы любим, мы всегда боремся против чего-то. Не за что-то, а против чего-то. Против всего плохого, за все хорошее. Это мы знаем. Чем больше запрещаем, тем больше будем опять гнать самогон, опять будем... Спасибо большое, Илья. Спасибо, да, Павел. Значит, насчет все деньги, деньги все говорят, но вот если просто посчитать, сколько все-таки дает и табачная индустрия, и алкогольная индустрия, доходная часть бюджета. Легально. Извините меня, это 3% доходной части бюджета, это предел погрешности при колебании курсов, стоимости нефти и так далее. То есть это предел двухдневных колебаний на бирже цен, понимаете? Вот. Это какие-то деньги, для бюджета это незначительные деньги совершенно, особенно для нашего, для российского. Надо заниматься именно тем, чтобы искоренять и то, и другое, и снижать уровень потребления, а не думать, как собрать больше. Но не запретами при этом. В Москве 80% дорожных знаков это запретительные знаки. Давайте их отменим. Давайте отменим светофоры, они не работают. Давайте отменим запрет на героин. Хорош ерничать. Не работают запреты. Не надо доводить до абсурда. Все на самом деле правильно. Подумайте тоже о правах курильщиков. Дайте возможность им... Вы все равно не сделаете из 44 миллионов 1 миллион. Нет, не сделаем. Максимум сделаете 40 миллионов. Делаем 30. Нет, 40 миллионов. Так подумайте об этих 40 миллионов тот же, не загоняйте людей в резервацию. Послушаем еще радио. Слушайте, Алексей. Алексей. Алло. Да, приемчик, пожалуйста. Приберите. Вот вы спрашиваете по поводу будут ли меньше. А вы знаете, а я вот меньше стал. Серьезно? Ростом? Нет, я стал меньше употреблять пиво. Я очень люблю этот пенный напиток, но я стал меньше пить. Если раньше я в выходные мог позволить себе спуститься там в 12 час ночи взять бутылочки еще три. Как бы в догоночку. А сколько вы сейчас выпили пиво вот на этот момент? Или вы сегодня не пили? Сейчас пока нет еще. Ну, к сожалению, да. Спасибо большое, Алексей. Виктор. Алло. Виктор, да, я слушаю вас. Да я вот звонил перед перерывом. Да. Вот мне бы сказал. Я вот еще раз хочу просто эту мощь, чтобы вы поняли. Насчет безнравственности вот этих указов государства, власти. Еще раз хочу напомнить, что у нас было. Коротко только, Виктор, у нас передача подходит к концу. В двух словах. Да, было. Храните деньги в сберкассе. Потом, в 91-й год, все это лопнуло. Теперь пейте пиво Клинское, помните? Да. Теперь нельзя. Тигареты, то же самое, там, со времен Черчилля и Сталина. Теперь, значит, нельзя. Покупайте автомашины. Накупили, теперь давайте страховать. То есть, получается, вот какая-то разводка, по-другому. Наркотики нельзя, но можно водку. Спасибо большое. Виктор Владимир. Да, я считаю, что это очень благоприятное обстоятельство, что обязательно надо повысить цены и на табак, и на спец, но меньше будут пить. Особенно, видим, тот сегмент малопьющих, которые так вот сомневаются, брать или не брать. Спасибо, Владимир. Это очень благоприятно. Спасибо. Коротко, Павел, Андрей и Дмитрий, по два слова, что нужно сделать в ближайшее время. Антиалкогольная кампания, но именно в смысле пропаганды, и надо взять талантливых журналистов, чтобы они написали нормальный сценарий по целевой аудитории, там, таркетинговым группам, с точки зрения маркетинга, все изучили, и запустить это, и убрать, так сказать, естественно, Это был Павел Шапкин, центр разработки национальной алкогольной политики, Андрей Лоскутов, Вместо запретительного антитабачного закона нужна программа по недопущению подрастающего поколения к табаку, а взрослым курильщикам дать возможность докуривать до естественного конца. Спасибо, Андрей Лоскутов. Это был исполнительный директор общероссийского движения за право курильщиков, Дмитрий Янин, председатель правления КОНКФОП. Здесь защитник курящих ведет запреты на курение во всех закрытых помещениях и поднять акцизы до уровня нищей Польши. Спасибо. Это был я, Игорь Виталь. Услышимся завтра в то же время.